Алло. Вас приветствует банк Уралсип. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло. Алло. Здравствуйте, это банк Уралсип. Меня зовут Данидина Валья Рафаэльевна. Уведомление записи договора ведется. Это Сергей Борисович? Да. Звоним по поводу вашей задолженности по потребительскому кредиту. 117 дней на просрочке договор находится. Почему не погашаете 78 800 ДОК? Дело в том, что я уехал в другую страну и живу сейчас в Новой Зеландии. Здесь нигде нельзя купить рубли. Рубль никак не конвентируется. Сергей Борисович, вам не кажется, что вы каждый раз придумываете новые причины? Я не придумываю. Вот вы мне сейчас звоните, я нахожусь в Веллингтоне. Я готов вам заплатить новозеландскими долларами. Вы мне посчитайте, сколько это нужно? В российских рублях? У вас кредит в рублях? Ну, я знаю. Ну, просто российский рубль... В российский рубль дело в том, что не конвертируется по миру. То есть в Новой Зеландии российских рублей нет вообще. Ребята, нужно оплачивать в рублях. Я понимаю. Вы взяли кредит, у вас валюта в рублях. Я понимаю. Я говорю, я нахожусь в Новой Зеландии. Здесь нигде нельзя купить рубли, чтобы вам заплатить. Что нужно сделать? Езжайте, значит, и звоните родственникам, пусть за вас оплачивают. Какое отношение родственники имеют к моему кредиту? Ну, как это если вы не можете оплатить? Ищите вы... Так нет. Я могу. У меня есть новозеландские доллары. Они котируются к рублю. Я вам не скажу, что я звучала. Но у меня здесь, в Новой Зеландии, в Веллингтоне, в обменных пунктах рублей нет. Понимаете? Потому что они... Я прихожу туда и говорю, мне нужно заплатить кредит. У меня кредит в банке Уралсип. Мне нужно рубли купить. Они мне говорят, вы знаете, это говно рубль, мы даже близко к себе подпускать не будем. Поэтому я не знаю, что мне делать. Вот скажите вы, как специалист, что мне сделать? Сергей Борисович, я уже вам озвучил, оплачиваете в рублях. А откуда их искать? Это же проблема. Ну, вы же мне звоните, вы хотите решить проблему. Вот я хочу, чтобы вы мне помогли решить. У вас проблемы с банком. Вы должны самостоятельно решать. Вы понимаете, что... Вы мне звоните, чтобы напомнить, что у меня проблемы с банком. Я это и так знаю. Я думал, что вы мне звоните, чтобы помочь мне как-то решить эту проблему. Когда вы уехали? 117 дней назад вы уехали? Да. Я уехал 117 дней назад в Веллингтон. Я работаю здесь айтишником, программистом по добыче коралловых авторитетов. Вам до завтра, до 17 октября, до октября необходимо погасить. Так у меня еще три года контракт. Мне нужно обработать информацию и потом вернуться. Я могу облатить только через три года. Вы уезжали. Вы разве забыли, что у вас имеется кредит в банке? Да нет, не забыл. Вот именно. Я хотел приехать... Вы тогда не погасили на три года вперед. А зачем мне погашать? Я приехал, я думал, что мне по телевизору Киселев и Соловьев твердят, что рубль самая охеренная валюта во всем мире. И я был уверен, что если я приеду в Новую Зеландию, все... Вы тоже теперь думаете, что это бред? Я думал, что это правда. Оказалось, что это бред. Понимаете? Я приехал, я, короче, заработал первые деньги, я думаю, погашу кредит. Причем я хотел сразу процентов 30 погасить от своего долга. Я пришел в банк, там, первый попавшийся, мне сказали, что вообще даже не слышали про такую валюту. Говорят, даже забудь, говорит, вообще об этом. Причем здесь это... Давайте сейчас по поводу задолженности поговорим. Я говорю, я говорю... А как вы меня вызовете в суд, если я в Новой Зеландии нахожусь? Сергей Борисович, будет беспокоить родственников. А при чем тут родственники, я не могу понять. А вместо прописки начнут выйти, существует родственники. Вы мне угрожаете, что ли? Я не могу понять. Я вас уведомляю. Я вас уведомляю. Это в ваших интересах. Вы сейчас по телефону совершаете угрозу по поводу родственников. Какое отношение родственники? Это вы можете расценивать как угодно. Вот я могу точно так же вам сказать, что я найду ваших родственников и буду их доставать, потому что их сотрудник звонит и мешает мне жить. Вам это приятно будет слушать? При чем тут ваши родственники? Сергей Борисович, если неприятно, значит, ищите выход из ситуации. Звоните родственникам, пусть за вас оплатят. Я вам еще раз повторяю. Родственники-то при чем? Вы мне звоните, вы хотите мне помочь. Я понимаю, а для чего вы тогда звоните? Вам будут вас требовать? Я понимаю, но вы для чего мне звоните? Вы звоните, чтобы мне помочь или просто чтобы напомнить? Я не пойму. Чтобы требовать. А, вы звоните, чтобы требовать. Да. Вот я вам говорю. Это требование банка до завтра, до 17 октября долг погасить. Вот я вам говорю, что такая хрень, как рубль, нигде не продается. И если вы мне пересчитаете в новозеландских долларах все, я вам заплачу. Угу. Ага. Что бы он делать? Я отказ от добровольного гашения фиксирования. Вопрос, скорее всего, будет решаться в судебном порядке. Сумма долга у вас и так каждый день увеличивается. А как у нас суд произойдет, если меня не смогут уведомить? Ну, Сергей Борисович, значит, без вас это будет происходить? Нет, у нас по конституции не положено так. В одностороннем порядке, значит, банк будет с вами договором, во-первых, расторгать и выставлять. Вы, пожалуйста, расторгайте, а суд-то как без меня пройдет? Я же это судебное решение, а потом, когда через три года приеду, отменю. Ну, то есть вы, я тогда фиксирую, что вы уклоняете от добровольного гашения, отказ зафиксирован, три дня для гашения есть у вас. А вы где зафиксировали? На бумажке? А вы где зафиксировали? На бумажке. А вы где зафиксировали? На бумажке.